Сейчас вас возненавидят все дворники мира. Она по габариту входит в стандартный дверной проем, в ней можно заехать в квартиру. Спасибо, Антон, я поняла, что мне ломбардиня никакой не нужен. Сибирский климат – это всегда крайности, и чаще всего объект не для шуток, а создание сплошных проблем. Сегодня РБК знакомится с заводом, который берет на себя последствия суровых погодных условий и решает их поинженерски хитро. Компактные мини-погрузчики и сменное оборудование, которое в зависимости от времени года может помогать убирать снег, стричь газоны, измельчать ветки, подметать, невозможно не заметить на улицах города. Испытать в деле мини-погрузчик РБК решил лично. Неужели такой компактный трансформер заменит один день работы 20 дворников? Антон, спасибо большое за то, что разрешили РБК проникнуть в сердце завода Helfer. Насколько мне стало известно, несколько минут назад Helfer в переводе с немецкого – помощник. Но Helfer с одной F – помощник, а с двумя F – как у вас название? Это значит двойной помощник? Можно и так назвать. Наиболее точное название – это универсальная многофункциональная машина. Состоящая из модуля, то есть самой так называемой отдельной машины и навесного оборудования, которое на него устанавливается. И в зависимости от типа навесного оборудования, это ковш или экскаваторная установка, или бур, можно называть ее по-разному. Если установить ковш, тогда правильно называть это погрузчик. Но с экскаваторной установкой это уже будет экскаватор. То есть это модуль-трансформер, который можно собрать как угодно? Да. В зависимости от сферы деятельности, либо тех работ, которые необходимо выполнить. В чем особенность бизнес-модели этого производства? Как укомплектовать команду? Где вы хантите квалифицированных специалистов? Ну, если говорить про бизнес-модель, мы... Ну, я скажу так, что мы создаем, проектируем, производим и выводим в потребительский рынок машины. То есть у вас полный цикл производства? У нас полный цикл производства, но я бы сказал даже больше. У нас цикл, начиная от создания самой идеи, ну, выпуска той или иной модели, да, до полного сопровождения машины, когда она уже находится непосредственно на рынке в пользовании клиент. Ну, то есть весь срок ее эксплуатации мы технически поддерживаем клиента, поставляем запчасти, обслуживаем. Антон, кто ваши клиенты и могут ли они попросить собрать машину по своему собственному усмотрению? Или у вас есть четкие собственные стандарты? Мы своих клиентов делим на две категории. Первая категория – это те клиенты, которые покупают машину для использования в личных целях, ну, допустим, для работы на приусадебном участке, да. А вторая категория – это клиенты, которые покупают машину для бизнеса, для оказания, ну, услуг, там, строительства, либо, там, спашки земли, либо, ну, каких-то иных, там, услуг в зависимости от типа оборудования, да, которые будут использовать. Вот. И касательно производства, ну, возможности заказа или производства машины под специфику клиента, мы, безусловно, учитываем все пожелания клиента, которые возникают, и, ну, в некоторых случаях делаем доработки под специфику работы, которые они будут проводить. Но, ну, в первую очередь, мы обращаем внимание, чтобы те внедрения или изменения, которые мы внесем, они соответствовали нормам безопасности и надежности. Ну, потому что нам очень важно, чтобы машина, когда выехала на объект клиенту, весь срок своей эксплуатации, ну, работала безупречно. Поэтому мы этому уделяем очень большое внимание. Ассортиментная линейка ваших моделей, насколько она широка? От производства ковшей и щеток до погрузчиков и снегоуборщиков. Как это все меняется во времени? Или есть один, опять же, универсальный модуль, для которого есть различные крепежи, и можно, опять же, укомплектовать весь комбайн как нужно заказчику? Ну, на сегодняшний день мы серийно производим 5 разных моделей машин. И в разработке на этот год у нас еще есть порядка 9 новых моделей машин. В целом мы держим курс на выпуск одной новой модели машины каждый квартал. Ну, например, по итогу второго полугодия 2020 года мы выпустили 2 новых модели машины. А вот в первом квартале 2021 года мы планируем выпустить еще 3 новых модели. Так, какая у вас была курьезная ситуация? Ну, одна из самых интересных ситуаций была, когда к нам приехал клиент, увидев машину, округлив глаза вот так вот. Это погрузчик, да? Да, и он говорит, а я представлял себе по-другому. Ну, и мы стали спрашивать, а как ты себе думал? Он говорит, я когда смотрел на картинки, я все время думал, куда я должен залезть, ну, где эта самая кабина, из которой я буду смотреть, и что я буду, вот, как мне через эти маленькие отверстия видеть, ну, площадь, территорию, да, на которую я буду убирать. А он говорит, я даже не представлял, что это, ну, настолько маленькая машина. Для каких целей существуют ваши машины? Вот, вот, прям по порядку. Давайте я скажу так. Мы производим, ну, более 50 видов различного навесного оборудования, наверное, ближе к 80, ну, видам навесного оборудования, различным видам навесного оборудования. Навесное оборудование – это ковши, щетки? И вот это вот, ну, ковши, щетки, снегоуборщики, буры, траншеи-копатели, планировщики, свои бои, бетономешалки. Это очень, ну, большой спектр, который используется в строительстве, при фермерских хозяйствах, при благоустройстве территории. Ну, практически она может использоваться, я не знаю, любым человеком. То есть можно чистить снег? Да. Можно, ну, как чистить снег? Чистить тротуар, правильно? Убирать снег. Ну, чистить тротуар, убирать снег. Вот, если взять снегоуборщик, да, он может отбрасывать снег. Отбрасывать, ну, на далекое расстояние, да. Ковшом можно вывозить снег, щеткой можно подметать снег, убирать тротуар. Ну, это если мы говорим про зимнее, но весное оборудование. Сезонность, насколько важна в вашем бизнесе? Вот в моем представлении, что может сделать погрузчик? Ну, например, почистить тротуар. Все, на самом деле нет. Я сейчас в этом убеждаюсь. Здесь все зависит от того оборудования, которое будет применено. Ну, для уборки территории используется тротуар, используется щетка. Вот, и, ну, есть щетка открытая, сухая, есть бункерная щетка. Открытая, сухая, она просто как метет? Да, она, вот, как вы говорите, метет. В основном она используется для снега, для уборки снега. Но, ну, некоторые клиенты используют ее просто для уборки земли, там, ну, в летний период. Она заменяет дворника просто, да? Работу дворника? Можно, да, так сказать. А есть специальные бункерные щетки, которые не выбрасывают куда-то в сторону грязь, пыль, да, а собирают внутрь себя, но и тогда никакой пыли в пространстве нет. Просто я знаю, что многие горожане, и я в том числе, всегда удивляются, видят такую систему подметания тротуара. Такое ощущение, просто разгоняет пыль, и все, или это не так? И там есть какая-то интеллектуальная подоплека. Ну, вот у нас можно приобрести навесное оборудование, бункерную щетку, да, которая будет выметать и собирать внутрь себя пыль, и она, ну, нигде не будет разбрасываться. Ее не нужно будет повторно убирать. Антон, давайте вернемся к системе классификации возможностей вашей машины. Уборка снега, рытье траншей, чистка тротуаров. Что еще? Копка земли, перемещение сыпучих материалов в различные, будь то там земля, щебень, песок, любое зерно, если это в фермерском хозяйстве происходит. Отвал, отвалом, допустим, можно сталкивать, ну, сталкивать сыпучий какой-то материал, да, ну, какую-то кучу, то есть используют как бульдозерную установку его. Вы зашли на рынок Новосибирска, потому что потребность в продукте была очевидна. Условия у нас совершенно категоричные и зимой, и летом, и в межсезонье. Кстати, в межсезонье работает как-то вот такой погрущенный. Ну, безусловно, когда осыпается очень сильно листва, ну, ее постоянно нужно сметать, убирать, да, это вполне. Ну, либо, ну, а в весенний период, когда уже начинается, ну, таяние, там, снега, льда, образуется лед, ну, у нас есть на лесном правдом, как льдоскалыватель, да, который, собственно говоря, заранее убирает этот лед, и тротуар, да, становится чистым быстрее, чем он просто растает. И я вас перебила по поводу захода на рынок Новосибирска. Ну, я бы не сказал, что это было связано именно с рынком Новосибирска. Здесь больше сыграло, ну, в целом рынок России, я бы сказал, да. Мы, ну, идея о создании производства, она тоже возникла достаточно случайно. Ну, мы некоторое время назад занимались продажей спецтехники, и достаточное количество ее, ну, импортировали из-за рубежа сюда. Импортировали? Импорт, ну, оттуда ввозили сюда, в Россию. Вот, и, ну, в какой-то момент времени, ну, мы заметили, что, ну, в России достаточное количество машиностроительных предприятий, но никто из них не производит компактную технику. Много кто производит спецтехнику, мини-погрузчики полноценные, да. А вот все, что рядом, ну, меньшего класса, ну, нет, нет такой, не существует даже ниши такой. Теперь вы полностью производите вот в этих цехах абсолютно всю комплектацию мини-погрузчиков. Ну, да, совершенно верно. Абсолютно все ваше. Ну, и мы вот в тот момент как раз и задумались о создании собственного производства, и, ну, тогда мы стали самым первым российским производителем, ну, компактной спецтехники. А сколько лет назад это было? Это 2015 год, ну, больше пяти лет назад. Достаточно хороший у вас такой быстрый эволюционный скачок произошел. Спасибо, Антон. Я поняла, что мне ламборджини никакой не нужен. Я испытала весь спектр эмоций. Рекомендую, никакой Порше не сравниться с эмоциями, которые дарит этот погрузчик. О цене давайте, Антон, немного поговорим. Если я хочу полную комплектацию, то во сколько мне обойдется вот такой погрузчик? Если я хочу быть и зимой, и летом, обеспечивать, например, в своем дворе, или, если у меня свой дом, обеспечивать чистоту. Ну, если вы будете брать машину для использования в личных целях, да, то вам не обязательно брать мощную машину. Ну, можно взять, например, модель 101. Она менее мощная, она менее габаритная. Ну, то есть она по габариту входит в стандартный дверной проем, в ней можно заехать в квартиру. Вот, и вам достаточно будет для уборки снега, ну, приобрести снега, отбрасывать или ковш. Ну, в принципе, для придомового хозяйства этого хватает. А если говорить, ну, вы будете оказывать какие-то услуги бизнеса, да, ну, здесь больше надо смотреть, чем вы планируете заниматься. Допустим, компании, которые занимаются, например, ландшафтным дизайном, да, они покупают более мощную машину, 111 модель у нас, покупают к ней ковш, экскаваторную установку, планировщик земли, щетку, ну, и, пожалуй, все. Ну, то есть такой набор примерно будет стоить, там, порядка миллиона рублей. То есть ценовой диапазон 600 тысяч тире миллионов. От 600 до миллиона в среднем, в среднем, ну, получится такой комплект машины. Был один из тестовых запросов от нашего клиента, который как раз занимается озеленением территории, и у него была задача привести, ну, определенный объем земли и равномерно распределить его по, ну, площади, да. Утрамбовать как бы. Ну, ему надо было развести и там засадить, ну, какими-то там саженцами, да. Вот. Наш погрузчик, ну, справился с этим объемом работы за два часа. И он сказал, что обычно он нанимает, ну, людей с лопатами и тележками, которые это развозят по территории, ну, и у него в среднем уходит на это один день. Ну, вот можно, ну, примерно составить, соотнести разницу в производительности. То есть пара часов? Два часа и один, и восемь часов, да, возьмем. Сейчас вас возненавидят все дворники мира за то, что вы создали им альтернативу. Ну, почему? Мы, наоборот, создали им более комфортные условия работы, потому что управляющей компанией в любом случае нужен будет человек, который будет заниматься уборкой перед... Один. Один человек, он будет управлять. Так их было сорок, пятьдесят. Ну, что ж, Антон, РБК благодарит вас за интервью, и мы желаем вам исполнения ваших творческих, амбициозных задач и процветания вашему бизнесу, чтобы это был действительно полный цикл производства и на вашу технику равнялись. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.